утро доброе всем воскресенье у нас пятое или шестое сегодня я скажу ружи 6 декабря все вот там вот затем беленьким там сдаешь документы ведь это как-то так все развалено это склад и сваха это мы я так понимаю этот литовский тягач что-то он тут прилип походу надолго он уже видите здесь давно на дисках такое ощущение что вряд ли он уже вообще отсюда куда-нибудь въезд ну вот за ночь пришла вот эта машинка и там еще с той стороны бусик польский маленький стоит все документы занес отдал эти мороз у нас 12 градусов утром и сейчас 11 6 утра было 12 морозов холодно поэтому все по-зимнему одеваемся последние мозги не отмерзли которые нам еще остались будем ждать не знаю может быть охранник ошибся нас все-таки растаможет это было вообще красиво просто красиво посмотрим можно обеда постоим часиков до двух потом пойдем черноголовку сходим охраннику телефон оставим пойдем прогуляемся как раз потеплее посмотрим вот работа началась остается только ждать пока остановочка дымит дома тепло все хорошо пока ждем но процесс досмотра он идет он там уже не ходит в контейнер он заглядывают что-то там значит сегодня воскресенье тоже досмотр проводят почему мне сказали что меня сегодня не будут досматривать может еще все получится сегодня браться и мы сегодня растаможенство воскресенье было бы вообще красиво просто шикарно пока сидим мы еще сколько время то только десять утра можно сказать сейчас назад только документы сдал поэтому ждем время у нас сейчас обеденное уже по второго надоело мне уже здесь между кости болят пойду думаю прогуляясь тут черноголовку вот недалеко охранником телефон оставил никто меня не зовет никуда ни на какой досмотр все таки скорее всего в любом случае до понедельник видите здание то ли не достроена то ли разрушена уже тоже какой-то завод был ключевое слово в этой фразе слова был ценит у какие-то машинки ну скорее всего такие склады уже больше используют наверно вот это днем выглядит должен какой-то короче промзона ну пойдем и там вот все за кто не работает выходные воскресенье пойдем пошляемся маленьких и часть полтора-два погодка позволяет морозит градусов 7 солнышко уже сюда эти грузовикам и запрещено вот вон оттуда пришел мой собор вот там уже дома вот дома так вот наверное сейчас google забью пойдем погуляем я думаю быстро довольно-таки должны его обойти на 2020 год 21 288 человек показано что здесь проживать небольшой городок черноголовка но город считается пойдем походим на обратном пути заодно в комиссии сельпо зайдет по мелочам надо немножко пару копеек потратить вот даже кто-то ездит учится мало водителей московской области скоро еще плюс один будет пойдем посмотрим что тут интересно может чуть найдем ничего так довольно культурно видно что дома не старая но какой-то район улица береговая так сосенки растут чистенько довольно чем можно сказать приятно удивляет ну так хорошо вообще сильно погодка просто шепчет для прогулок поэтому правильно что пошел аккуратненько так все машин немного пока приятное впечатление оставляет это река черноголовка ну конечно слово река название как бы слишком круто больше на ручей похоже ничего ну . даже есть с той стороны какой-то то ли озерцо то ли что спортивный комплекс то ли на реставрации то ли на разрушение наверное реставрации так что-то особо тут гуглил куда тут идти ходить дома показывает тоже не очень интересно пойдем прошвырнемся по местной округе знаете я вам скажу что даже на московскую область и не похоже там машин практически нету такого дыжняка большого нет тишина чисто не в обиду будет сказано но тоже улица центральная обычно московская область ассоциация какая куча машин куча людей так далее а здесь как-то вот все на удивление не так как обычно может вы просто до центра не набрались еще не знаю поэтому такое впечатление там вот у нас на той стороне аллея памяти скорее всего какая-то сейчас туда подойдем а здесь вот мне гугл показывал какой-то поклонный крест посмотрим что тут где написано как снежок хрустит морозец колокола правда на нем ничего не написано вот такое тут место есть камни там внутри вот какие-то даже с этой стороны тоже ничего что-то интересного да видите камни внутри что-то обозначает это заложены а может быть это чтобы он крепче стоял могу ошибаться каждую субботу здесь у креста на месте строительства храмов честного мученика и исповедников российских в 13.30 служится молебен молебен вот так для чего эти камни ну мне кажется чтобы крепче стоял нет а может быть какая-то другая у них функция ну а сейчас подойдем тут посмотрим что дедушку пропустим улица центральная как центральная аллея получается памяти понятно великой отечественной тоже ничего не написано землякам участникам боевых действий в мирное время пали смертью храбрых и там три фамилии доронин ржанушка красуля почта россии о возможно пригодится вообще это сквер имени золотова вот такой золотов я не знаю но раз его честь сквер назван что-то хорошее наверное сделал надо погуглить а так вот что гугл вот гуглю и больше ничего такого особо и не выдает я даже не знаю куда тут дальше пойти ну пойдем куда глаза глядят сильно долго тоже ходить не будем она сильно долго не походишь вон видите солнышко тут через полчаса уже солнце спрячется а еще через полчаса будет темно ну через час поэтому особо долго не погуляешь школьный бульвар в общем ничего я тут такого особого то и не выходил вот впереди у нас автостанция черноголовка а ну вот впереди тоже какой-то смотри он памятник какой-то это наверное вот самый центр ну получится небольшая пешая прогулка по обычному провинциальному небольшому городку все смотрят как на дико ингу не часто тут с камерой гуляют пойдем посмотрим что там за памятник кому это какой-то самый центральный проспект данного городка дом ученых nc ран в черноголовке вот так н.н. семенову этот момент который слева и фей дубовицкому это справа ученым создателем научного центра и города черноголовка вот так вот вот благодаря этим двум милым дядечкам был создан центр и соответственно город черноголовка никогда никогда бы не подумал выдающий ученый двадцатого века семенов основоположник химической физики один из организаторов и активный участник атомного проекта СССР ой много читать буду будь желание загуглите федор иванович дубовицкий кстати в восемьдесят штом году умер а дубовицкий девяносто девятом ученый и ближайший помощник семенова вот так вот кто захочет поподробнее про них загуглите вот так вот видите будем знать теперь благодаря кому черноголовка основана вот даже макет ее видеть ох господи главное тут на шпагат не сесть сесть то ладно пол беды потом уже просто не встану с него с шпагата то а вот тут еще что то написано памятник с выздан на средства организаций и жителей черноголовки молодцы открыт 23 декабря 16 года в честь 60-летия основания черноголовки молодцы помнить и чтить память значит у нас если чтить память значит будет будущее а вон там еще что то 79 лет битве под москвой 5 декабря день начала контрнаступления советских войск под москвой а сегодня у нас 6 декабря а сегодня у нас 6 декабря вот так вот получается один день и много лет назад началось контрнаступление советских войск под москвой и погнали эту нечисть тогда пинками до самого берлина кстати что интересно ткнул пальцем в небо чисто случайно ляпнул это и есть проспект вон там памятник ученым основателем черноголовки вон за теми березками вот а это институтский проспект я-то не знал как проспект какой-то яйца угадал вот в общем ничего больше такого тут примечательного я не знаю что мне не google еще не выдает либо я искать не умею будем собираться пойдем сейчас магазин искать тут аптека есть лекарства заказывали пойдем зайдем и будем двигать машину пока до машины дойдем так уже и темнеть начнет ну в общем как то так неждано негаданно ну зато теперь будем знать как почему и кем самое главное была основана черноголовка вон эти ребята стоят вон эти ребята подождут антихидори и а и а и а Продолжение следует...